Воскресенье 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 общины пожалуйста звоните высказывайте свое мнение ну как известно есть значит несколько кандидатов я прошу прощения я перебью тебя я напомню телефон а нашей радиостудии 847 4 00 5 2 2 0 звоните будем спорить давайте мы быстро обсудим этих четыре эти четыре кандидатуры 5 кандидатур который о которых мы будем говорить это в первую очередь действующий президент петр алексеевич порошенко это обязательно юлия владимировна тимошенко анатолий гриценко хочу чтобы вы внимательно отнеслись к этой фигуре потому что он на мой взгляд является одним из главных кандидатов мы вас слушаем говорите пожалуйста здравствуйте я очень и так как так внимательно лентила слежу за всем этим делом и вот эти три которые впереди это страшная вещь то есть вы считаете зеленский тимошенко из них будет президентом особенно тимошенко хорошо а кого бы вы хотели бы из того что вы следите хотела вообще-то смешку смешку на худой конец гриценко окей вот почему именно они хочу просто объяснить что это девушка является агентом кгб российского свое время когда-то давно она попалась на границе россии там и не помню и украины или куда-то она пыталась передать перевести 100 тысяч долларов наличностью не задекларировал и так сказать остановили и мило с ней побеседовали а потом выпустили вот как вы считаете ее задербовали или нет вы знаете честно вам скажу я рядом там не присутствовал поэтому мне сложно сказать не сомневаюсь и то же самое сказал смешку он был какой-то небольшой период времени своей деятельности а председателем сбу это спецслужба украины до москвы и камень нет насчет порошенко самая история давайте мы побыстрее потому что у нас звонков очень много спасибо спасибо говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте первый вопрос ребята к вам да откуда у вас такая уверенность а греценка а теперь мое мнение да пожалуйста мнение на данном этапе они все воры и тот же смешок кроме кашулинского кашулинского это действительно кристально чистый человек но мне пугает его национализм но они все воры но на данном этапе но я бы отдал предпочтение пимошенко могу объяснить почему пожалуйста только побыстрее пожалуйста звонков очень много единственная у которой есть программа и единственную которые есть яйца которые забрать всю собственность награбленную порошенко его клана всех его прихвост не его партии и отдать бюджет почему она это сделает потому что у нее 100 дней до выбора в раду если она этого не сделает у нее не будет как говорится хорошего защиты своей партии но имеют мандата в ее партии на выборах про спасибо спасибо значит по поводу гриценко я я сначала скажу почему я считаю что не будет не зеленский и скорее всего не будет порошенко и почему не будет тимошенко по моему мнению еще раз говорю хочу сказать что я никого не собираюсь переубеждать пускай каждый останется со своим мнением порошенко ну понятно тут как говорится двух мнений быть не может его правление я считаю провальным и война в украине и экономическая ситуация скорее всего петру порошенко не дадут не не даст возможность переизбраться зеленский электорат у него молодой и главный его электорат это молодежь а как известно молодежь на выборе не особо ходит то есть они не спешат нас на выборе ходят возраст такой будем так говорить о 35 активно от 35 даже от 40 и выше по моему мнению тимошенко сбитый летчик политик которые абсолютно спрогнозирую спрогнозированы которого все знают и естественно у нее такое же к ней отношение как отношение допустим америки хиллари клинтон абсолютно одинаково она абсолютно прогнозируем а вот гриценко бывший министр обороны это человек который может устроить по моему мнению все политические движения политические течения в украине то есть человек который не не за не запятым в каких-то в коррупционных делах ну естественно они все не без как говорится без греха да но именно он мозг и по моему мнению смог бы наладить как экономику так и экономическую ситуацию так и политическую ситуацию в стране поэтому я то что он там идет на пятом месте да на пятом месте я бы на это не сильно смотрел потому что мы с вами знаем что когда берутся когда берутся значит рейтинги составляются беру и ведется опрос обычно это ведется опрос через определенную группу людей и делать выводы что значит вот он на пятом месте и он никак не не сможет претендовать это не очень правильно кстати выборы президента сша трампа это доказали что социологические опросы это не всегда верно давай все таки скажем пока звонков нету что это все таки будет два тура потому что по сегодня скорее всего да по сегодняшним опросам на первом месте идет зеленский с отрывом в три процента на втором месте тимошенко потом порошенко замыкает такой известный лидер юго-востока юрий бойко которым хотелось бы сказать два слова это бывший газовый министр и в правительстве януковича и при президенте януковича лидер юго-востока и вот он недавно отличился если вы смотрите новости вместе с бывшим руководителем администрации президента при президенте кучма медведчуком близким очень путину человеком они приезжали на ковер к премьер-министру медведеву просить его о снижении газовых цен для для это это смыть для украины это смотрелось конечно очень и очень некрасиво и не патриотично не не солидно для политиков украины пока звонков нет может скажем немножко о давай поговорим про зеленского что мы думаем про зеленского замечательный кстати актер очень талантливый бизнесмен создавший очень интересный проект юмористический проект в украине и уже много лет как говорится на плаву до владимир зеленский человек с хриплым голосом но с очень с очень хорошим чувством юмора и я так думаю с хорошими мозгами но его большой минус это устоявшийся электорат которые я хотел бы сказать что это молодежь которые в основном это молодежь которые его поддерживают и если честно говорить то я не вижу в нем политика потому что человек который должен прийти к власти в украине это человек который должен будет решить не просто какие-то вопросы определенные а это глыба вопросов которые надо будет решать у нас есть звонок говорите пожалуйста ребята да во первых я еще раз просто кандидаты как говорится должны характеризоваться по их программе предвыборной вы можете что-нибудь сказать о программе гриценко зелинского и так далее я например слушал программу тимошенко и она мне понравилась вы об этом говорите характеристика человека это одно но самое главное программу предлагает как президент скажите как как вас зовут как как вам дает михаил у них у всех программа одинаково они все за украину не одинаково смотрите ну почему почему я слушал и читал а программу значит у зеленского эта программа не выстоявшиеся ему сделал ее коломойский это известная креатура коломойского у у тимошенко программа говорящий о том что как у всех надо закончить войну понизить цены на газ и значит сделать она говорит о новой конституции она говорит о реорганизации правительства она говорит о новом вы знаете михаил михаил если вы посмотрите я понимаю я это все знаю что говорит тимошенко и меня это нисколько не удивляет по той причине что она это декларирует на протяжении всего времени что она находится в политике в этой стране она ничего нового понимаете первые в этой ну а я я поверьте я я читал то что она говорит я почему не говорю о ней потому что все что она декларирует на сегодняшний день она декларирует на протяжении уже ну не 20 но 15 лет точно она меня абсолютно ничем не удивила и она кстати не знаю как может вас гриценко удивить которая разворовал армия вы знаете я понимаю чем вы говорите они все в чем-то будем так говорится знаком минус все да и тот же зеленский вот это потому что он разворовал армию по разному можно будем так говорить относиться да вы возьмите любого человека да тот кто на руководящей должности и как говорится чем-то и если вы хотите его отодвинуть вы всегда можете сказать он это разворовал он то разворовал он пятое десятое факты например михаил спасибо у нас есть следующий звонок давайте мы примем следующий звонок мы вас лучше говорите вы знаете я с вами совершенно согласна насчет тимошенко потому что это истинный политик который только обещает и никогда ничего не выполняет и когда нужно было там этот ющенко торговался за 20 долларов за кубометр газа там было что-то такое 190 200 ну как бы небольшая разница приезжает тимошенко и привозит 445 на это я примерно не могу там в каких-то долларах ошибиться вот поэтому верить ей абсолютно нельзя она очень все красиво рассказывает михаил попался на эту удочку ну что ж не ну но то что вы правы абсолютно что будет два тура спасибо спасибо я звонок я по поводу тимошенко в чем талант юлия владимировна тимошенко это в том что она умеет себя правильно позиционировать в полиции в украинской политике то есть вот это ее прическа украинская да она во время знает когда одеть значит женскую вот эту вышиванку она знает во время точно что кому и когда говорить вот в этом ее талант она надо признать женщина красивая внешне даже если посмотреть на нее она женщина красивая естественно она человек очень талантливый и ешь называют смотри ее называют железной леди украинской политики да при этом у нее есть прозвище газовая принцесса вот поэтому вот кстати кстати еще одно из тех достижений которые у нее на сегодняшний день и есть она сидела в тюрьме при януковича любой обиженный политик перри януковича всегда имеет плюсы поэтому а то что она декларирует вот это вот значит новая конституция все это это все просто слова а нужны реальные дела и посмотрим потому что ну мне сложно представить и будем так говорить если зеленский вдруг по какой-то причине выиграет эти выборы я да 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 я тогда скажу да я в украинской а значит политики ничего не соображаю хотя я кажется я думаю что этого не произойдет по всем по всему тому что я читал по всему тому что политологи и украина веды говорят люди которые значит разбираются смотрят следят за тем что в украине происходят мне сложно представить чтобы зеленский или порошенко у порошенко вообще шансы есть он он последнее время очки набирает но я думаю что война которая длится уже война с россией кто бы что не говорил это этот камень его этот груз тянет его вниз есть звонок говорите пожалуйста добрый вечер у нас у вас очень приятно очень приятно очень приятно я хотела сказать что если опросы дела действительно большинство за зеленского потому что все до единого политики уже достали украину и многим кажется что мы должны завалить это все и начинать снова не такой глупый зеленский вот но порошенко это последнее время показывает хотя я как бы понимаю но он последнее время связался с россией и это уже явно видно медведчук у нас появился он дал ему полную свободу и это вызывает отторжение вот поэтому зеленский если будет ничего страшного то есть тот же порошенко они обещали обещали но ничего не сделали смотрите уже начали спасибо большое я вас не спрашиваю не отключайтесь пожалуйста если есть возможность я не спрашиваю вас за кого вы будете голосовать это ваше личное дело но ваши симпатии насколько я понимаю на стороне зеленского ну как бы я здраво понимаю что нужен сильный человек порошенко но последние его действия я ему перестала доверять понимаете я не хочу россию мне нравится что америка нам помогает но последняя выходка нападение на американского посла это оговор а вас не пугает они столько помогали создавали эти коррупционные и они хотят ну как бы вообще не хотят бороться с коррупцией и это уже явно видно я прошу прощения скажите пожалуйста а вас не пугает неопытность зеленского все таки говорят что за его спиной стоит коломойский олигарх украинский тоже с неоднозначной репутацией ну как это понятно что а кто стоит за порошенко он такой же олигарх у нас все олигархи ахметов фиртов который сидит в вене хотят его америка экстрадировать но никак не получается но коломойский не такой уж страшный многое он сделал я не знаю почему порошенко с ним потому что он отобрал половину его бизнеса он же помог много сделал против россии днепропетровск это благодаря ему и добровольца мы удержали спасибо спасибо за спасибо удачи вам и в украине закончилась война спасибо 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 есть звонок говорите пожалуйста приглушите радио да да говорите пожалуйста добрый день добрый сейчас секунду буквально да еще раз добрый день я считаю что Селинский не хуже чем Порошенко и Тимошенко потому что если убрать Селинского то практически не видно людей которые были бы за Украину честными и вложили бы свои деньги в строительство новой жизни на Украине вы считаете что Селинский может справиться с этой задачей что он отдал все свои деньги запомните слова что он сказал и проверки меня все свои деньги он вложит тот чтобы не допустить днепропетровск область развала такое как Луганск и скажите скажите пожалуйста вы считаете Зеленский в состоянии прекратить войну с Россией и значит оживить экономику в Украине вы знаете ничего не могу сказать по этому поводу потому как тот же Рейган который был артистом хотя все говорят что он был губернатором но это вы не видите он был короткий срок губернатором но при нем экономика очень сильно возросла главное не лезть в экономику а дать возможность работать экономикой это главное правило политика хорошего и если он это сделает я думаю что он поможет Украине очень здорово спасибо спасибо за вашу тут есть палка в двух концах потому что это будет первое второе государство в мире в котором президент и премьер-министр будут евреи и поэтому любые шишки которые будут они набивать будут идти против них будем надеяться что оно так и будет посмотрим спасибо спасибо есть и пока нету звонков мы в основном сейчас говорим про Зеленского давай мы поговорим немножко все-таки о Порошенко о действующем президенте потому что мы не можем его значит игнорировать все-таки он действующий президент почему на твой взгляд он или он может стать президентом почему или он не может стать президентом тоже почему я бы вот с тобой поспорил насчет Гриценко и не сошелся бы в этом мне кажется что порошенко все-таки при всех раскладах останется почему потому что он уже опытен его знают в мире он знает его не в мире да 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 но все-таки мы живем не в безвоздушном пространстве и порошенко все-таки сделал кое-что экономика нет да у него не получается но вот все-таки скажем так томас он привез в украину он разделил но главный агент я понимаю чем ты хочешь сказать но ведь главная проблема украины это война правильно остановит не остановит но надежда может появиться правильно при порошенко такой надежды у людей практически нету ну я считаю все-таки смотри у него были у него были было пять лет для того чтобы свернуть будем такой хотя бы как-то военные действия немножко приостановить или как-то все-таки сделать сделать так чтобы луганская и донецкая область он президент он должен принимать жесткие решения правильно смотри но и у и экономика и военные действия находится какой-то гибнут люди да но это тот случай когда конкретно идет война до победного конца почему потому что если украине противостоит очень серьезный соперник жестокий и серьезный и хитрый соперник порошенко как может как может с этим сражается сказать сегодня что мы хотим мира и принимать условия путина он не будет украина будет стоять до конца я считаю что ей нужен сильный уже опытный достаточно политик который призывает украина война эта вещь тяжелая и никто бы не сказал бы что и я бы не сказал я человек служивший в армии знаю что такое армия что такое вообще оружие поэтому давай магиан немножко прервемся мы уйдем на рекламную паузу да и потом вернемся к нашей теме который называется битва за украину мы возвращаемся в программу политинформальный сегодня мы говорим об украине который называется битва за украину и принимаем звонок здравствуйте добрый день я хотела поддержать меня эдуард а дело том что вы сказали что а порошенко не пойдет на условия путина он уже пошел он подписал минские соглашения это было чисто путинское обидение как поднять под себя украину другое дело что ему не дают их выполнить понимаете все время поднимается народ и сядет его на место порошенко отличается от януковича только тем что он вынужден прислушиваться к мнению народа как только начинается выступление он идет на по пятна и выполняет то что мы следующий звонок прин говорите пожалуйста говорите не говорите тогда есть звонки пока говорите пожалуйста я поклонник большой порошенко и скажи почему пожалуйста дело в том что он действительно вела украину украиной до него что было украина это какая-то мелкой не все на и государство сейчас великая украина они говорит весь мир он сделал армию вы услышали его выступление на параде это было выступление вождя со слезами на глазами я слушал еврей это выступление великого человека мне просто был восторге а какое его выступление когда он получил томас что он сделал томас это больше чем это то что никто не мог сделать то что он взял для украины извините я бог бы говорить о нем много спасибо 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 говорите пожалуйста добрый день добрый день по моему вот это не попытка привязать коломойского к зеленскому это просто попытка очернить зеленского ведь он же ни копейки от него нельзя у него же все финансы прозрачные почему это он ставлен николомойскому а теперь по поводу тимошенко вот меня давно интересовал вопрос никто не может ответить какой у нее юридический статус потому что по моему разумению ее статусу в бедах она была законно посажена в тюрьму без твою щенки законы я ну коча законности не отменила таком основании она на свободе я не один суд не освободил то есть она она каким образом преступница в бедах баллочируется президент спасибо ответишь ген да ну тимошенко она политик и этим все сказано но не конкретный вопрос а какой у нее или юридический статус если насколько я знаю последний майдан и и освободил и у нее нету судимости если бы была судимость ее бы просто не допустили к выборам я я проще скажу вопрос заключается в том насколько справедливо был тот суд при ну кочев отношении не и понимать я думаю что я ну коч просто как бы сводил с ней счеты посадить в украине в россии вот смотрите как в россии сейчас весело да каждый день открываешь интернет и какой-то министр значит какого-то министра в прошлом арестовывают поэтому юридический статус у нее нормально украина а государства с нормальной там есть свои как и в любом государстве свои какие-то проволочки но то что это правовое государство тут без вариантов и я думаю что если она баллотируется значит у нее с юридическим статусом все нормально я лично будем так быть я лично не узнавал какой у нее юридический статус но если бы у нее был если бы она находилась под судом или как вы говорите в бегах и и мы никто не допустил бы до выборов да это это точно да и дальше я хотел пока нету звонков да я хотел бы продолжить про порошенко все-таки он сумел за вот эти пять лет отстоять независимость украины при том что ему было очень тяжело а можем послушай ген а может быть стоит украине сделать следующий шаг вот то есть будем так говорить порошенко он президент вот для вот вот для этого да конкретно то есть для какого-то становления определенного то может быть нужен человек который начнет прошу прощения украину толкать немножко вперед будет более а либо жесток своих решениях либо как-то что понимаешь не может быть болото не может продолжаться то что продолжается вот уже на протяжении пить я согласен есть и бы сегодня в россии был другой президент наверно для украины было бы имело смысл иметь другого президента и идти вперед пока у власти находится владимир путин нужен человек который сможет ему противостоять он должен естественно поменять свои действия как-то от работы у него была возможность пять лет извини можно было за пять лет много чего он трампу дается всего четыре года и то это условные такие четыре года и звонок мы можем принять пожалуйста мы прижим говорите пожалуйста да да говорите пожалуйста здрасьте вы говорите про тимошенко тимошенко это это как это сказать это ход кремля только как шахматам нам но это когда про януковича было и специально про януковича и посадили что они чувствовали что януковича скоро будут каранты и она такая сиделица пострадала выйдет и она будет это так москве думает и специально думает и на данный момент должен быть только порошенко он против россии а что вы думаете хорошо по поводу зеленского человек отключился есть следующий звонок пока нет а значит пока порошенко в нашем опросе выигрывать мы принимаем звонок пожалуйста говорите здравствуйте хочу рассказать несколько слов за кого в общем-то я бы проголосовал или бы против за юлю я думаю что там клейма нигде ставить воровка это аркистка и счета как бы сказал переведущий оратор да я думаю что это ход кремля однозначно по поводу зеленского никто и звать никак в армии не служил диплом купленный ну клоун клоуном уже доказанный факт что стоит за ним коломойская коломойская такой с в горле порошенко это просто дележ бизнеса по украине ничего больше и и и нужна вот такая промежуточная фигура на данном этапе все таки думаю что нужно ставить порошенко который действительно что-то хоть может сделать с американской помощью правда спасибо большое она уже у нас порошенко ведет на всех парах уже три человека как бы отдали ему свой голос принимаем следующий звонок говорите пожалуйста добрый день добрый день я вот тоже слушаю люди говорят я согласен с товарищем которые перед этим говорил делом в общем дело нельзя сравнивать этого клоуна с рейганом рейган тоже был артист но он имел за плечами хорошую должность он был губернатором это не так просто во первых во вторых он не имеет абсолютно никакого опыта как сказал предыдущий человек он совершенно ничего не знает ничего не умеет кроме каких-то хоху который он умеет и научился что если говорить о тимошенко да да это чистая воровка которая еще сидела при советской власти а потом еще раз сидела и так правильно сидела я очень хорошо знаю что она собой представляет спасибо воровка спасибо спасибо за вашего внимания доверять говорите пожалуйста добрый день добрый будь известно пожалуйста вот выскажите ваше мнение а вот влиятельные выборы результаты выборов тот факт что зеленский человек серьезным высшим образованием по ним тоже он актер он же является чистым евреем а ведь известно что на украине при герое украины богдане хмельницком был первый холокост когда около миллиона евреев было вырезано скажите пожалуйста какова ваша мнение сегодня я вам изменилась или нет я вам скажу такое мнение а я думаю что за время с богдана хмельницкого по сегодняшнее время конечно очень много изменилось и пришло много поколений сменила друг друга да то что касается зеленского хочу напомнить вам что премьер-министром в украине является гройсман да и мне кажется что на сегодняшний день украинцам вообще до лампады да кто будет руководить мое мнение кто будет украину руководить страной либо это будет чисто украинец я думаю что они бы может быть на русского не согласились именно из-за той ситуации которая сегодня значит существует в тех отношениях украины и россии а зеленский абсолютно успешны абсолютно успешный бизнесмен создавший с нуля целую империю именно империю потому что а медиа империю потому что вот в эти структуры входит много чего естественно он поддерживается одним из сильнейших бизнесменов украины коломойским вот и я не думаю что национальность каким-то образом может повлиять на его избрание на его избрание может повлиять только и его неопытность в политике и электорат который составляет в большей степени молодежь а молодежь как мы знаем кстати как в америке так и в странах бывшего советского союза молодежь как правило инертно на выборах то есть они дают хорошие ответ от ответы когда их спросишь они могут участвовать каких-то митингах но когда нужно идти на выборы выборы и голосовать вот тут стоп машина потому что как правило у них мелькает такая мысль что наш наш голос вообще ничего не решает мы принимаем звонок говорите говорите добрый день алё да да говорите пожалуйста мне нравится конфеты рашин поэтому я за порошенко отлично отличный отличный ответ значит порошенко по нашему внутреннему начат выбору лидирует и звонки пока наговорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте а вот вы говорили что порошенко борется с россией достаточно успешно он против нее кстати вот предыдущий звонящий как раз говорил про рашин объясните мне пожалуйста одну вещь как человек который борется за страной имеет магазине и фабрики в этой стране вот вы знаете я с вами согласен это коллизия известное отношение украины и россии кстати он закрыл свой завод который был в липецке у него насколько много магазинов в россии я не могу подтвердить это но есть есть такая коллизия спасибо спасибо я согласен с вами звонок говорите да вот вы сказали что база зеленского это молодежь который на выбор не ходит она ведь молодежь-то там далеко не глупая и очень многие были в европе очень много толковых ребят которые понимают говорите говорите пожалуйста единственный из всех кто способен как-то двинуть вперед украину это именно зеленский потому во первых у него еще помимо всего прочего университетское образование он если я не ошибаюсь юрист в области международных отношений и он не замазан как никто другой там это тимошенко это все остальные не связи с кгб не в воровстве не в краями ни в чем спасибо не кажется что как раз молодежь украины бегом побежит валом побежит за него голосовать но потому что он это их будущее и также будущее всей страны спасибо на реальное давайте я сразу отвечу потому что звонков у нас много значит по поводу зеленского я не спорю с вами под по тому поводу что он умный человек я не спорю с вами потому что он образованный что он талантливый человек это все в господине зеленском есть и и он сам по себе как человек очень и очень симпатичны но если вы посмотрите статистику да как правило статистику все это можно на интернете посмотреть как голосует молодежь в разных странах в этом страны друг от друга вообще не отличаются понимаете а если вы посмотрите почитаете о сегодняшних выборах в украине которые вот воскресенье состоятся до везде написано если когда речь идет о зеленском везде те кто прогнозирует выборы политологи значит советологи и так далее так далее так далее они все говорят единственная проблема зеленского на сегодняшний день это его единственная проблема это его электорат так что мы воскресенье увидим может вы окажетесь правы мы принимаем звонок говорить о приглушите радио пожалуйста говорите звонок говорите пожалуйста добрый день тоже пропадает звонок да говорите нету вот поэтому попал возвращаясь к зеленскому я могу сказать что электорат говорите алё да да дать мы почему вернусь к зеленскому говорят клон шоу мэнкло человек 10 лет шутит на только тонко на только глубоко у всех вот этих политиков коленки грязь и дай когда они все это слушаю учу сумасшедший только берег и конечно окей спасибо за ваше мнение я хотел бы высказать давай такое мнение что сейчас пошел тренд на не политиков у нас естественно есть трамп он бизнесмен в во франции к власти пришел бизнесмен в бразилии тоже то есть родили сайте бывший военный до бывший военный ну люди отрицают отрицательно относятся к политикам потому что они чаще всего свои обещания не выполняют и приедаются у нас есть звонок да говорите пожалуйста добрый день добрый не такое что должен быть зеленский знаете почему да потому что его поддерживает коломойске знаете почему почему потому что коломойске из всех олигархов только один который стал над защитой украины возьмите ахметова ведь у него в руках был весь донбасс ему было только стоит пошевелить пальцем эти все ополченцы не ополченцы они бы сгнили там а он это все бросил и даже когда случилось это он ни копейки не дал на оборону украины а коломойский сделал то что надо и поэтому я думаю что зеленский да он опыта не имеет но есть люди которые разбираются и в экономике и в остальном спасибо спасибо за вас зеленский вперед мы принимаем ваш звонок алло вы по моему мой первый звонок сорвался наверно пожалуйста да да говорите говорите пожалуйста только радио я считаю что нужен сегодня украине порошенко только он может украину в этот трудный период ее жизни дать ей вторую жизнь да дело то что он начал он уже укрепил сильно армию он сделал ей украинскую религию что очень важно по моему недооценивается этот фактор а в отношении экономики идет война и делать и войну и экономику одновременно не знаю может быть у него и не получилось но он он очень поднял авторитет украины а как он выступает вот вы сравните выступления порошенко скажем на параде на получение тому же и выступления путина это же день и ночь просто день и ночь спасибо выступает порошенко слезы на глазах спасибо спасибо за следующий звонок говорите нету пока по поводу порошенко в нашем личном внутреннем опросе порошенко вырвался вперед его догоняет владимир зеленский в конце передачи мы подведем итоги вот а что в принципе то что в нашем внутреннем опросе оно соответствует в принципе тому что показывают опросы на украине в украине если правильно сказать значит зеленский лидирует порошенко на втором месте то есть это должен быть выбор между ими двоими когда 21 если я не ошибаюсь апреля будет второй я я все-таки остаюсь при своем мнении я думаю что вот в этот конгломерат да тимошенко порошенко и зеленский все-таки внедрится человек который находится за я ставлю на анатолия гриценко почему-то мне хочется чтоб именно он вышел во второй существует интрига существует и такие возможности существуют тоже я не против владимира зеленского как человека единственное что меня смущает в в нем как в политике это неопытность в кандидате в кандидате мы принимаем звонок говорите пожалуйста только коротко и быстро у нас много звонков кто-то сказал мир выжил потому что смеялся так вот вселенский посмеемся в случае чего если не получится спасибо тоже ответ говорите пожалуйста звонков пока нету значит зеленский в нашем опросе вырывается вперед так как вот наши радиослушатели просто опустил порошенко ниже некуда говорите пожалуйста здравствуйте вот какая коннотация слова политик положительным или отрицательном смысле политик чем политик больше политик тем он больше негодяй ну вы знаете в украине я считаю да от в отрицательной коннотации относится к поле к политику слово политик это отрицательная коннотация поэтому зеленский сегодня лидирует пока во всяком спасибо а есть звонки пока нету значит владимир зеленский у нас на радиостанции значит лидирует вот а давай мы будем подводить итоги а есть звонки есть это у нас осталось две минуты если кто-то все-таки захочет позвонить у нас осталось две минуты и вы выскажите свое мнение хочу напомнить что воскресенье будет битва за украину я не случайно произношу это слово битва за украину потому что кандидатов президенты очень много только пятеро из них имеют реальные шансы это владимир зеленский а юлия тимошенко действующий президент петр порошенко юрий бойко юрий бойко и анатолий гриценко вот эта пятерка которая реально имеет шансы выйти во второй тур а мы с геной не сомневаемся в том что я думаю что большинство людей не сомневается в том что будет второй тур а там мы посмотрим и я хотел бы пожелать от всей души удачи нашим украинским друзьям в том чтобы они правильно сделали выбор и чтобы своим выбором были довольны конечно в конце передачи значит хочу сказать что в нашем личном опросе владимир зеленский мы как говорится считали владимир зеленский побеждали один голос на один голос опережает петра порошенко вот посмотрим что же произойдет в украине единственное все должны прекрасно понимать от выбора которые сделают сами граждане украины зависит очень и очень многое в первую очередь война экономика и естественно отношения с таким непростым соседом как независимость украины само собой заключается в том что эту независимость нужно подкармливать ее нужно отстаивать и она не может быть просто независимостью вот поэтому нужен сильный умный дальновидный прагматичный в какой-то степени лидер который я бы очень хотел и самое главное мое желание чтобы в украине остановилась война и перестали гибнуть молодые ребята хочу всем пожелать удачи хочу всем сказать что спасибо за сегодняшний и радиоэфир давайте смотреть то что будет происходить и я думаю что украинский народ сделает правильный выбор спасибо большое всего самого лучшего до свидания до свидания до свидания до свидания